Катюша, Синий платочек, День Победы и другие до боли знакомые и любимые всеми россиянами песни в исполнении военных оркестров звучали проникновенно и торжественно. Звуки барабанов, труп, валторн и кларнетов раздавались в каждом уголке парка Патриот. На ежегодном фестивале у главного храма Вооруженных сил России выступили военный образцовый оркестр почетного караула, военный оркестр 154-го комендантского преображенского полка, а также оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Концерты с участием духовых военных коллективов в местах отдыха стали уже доброй традицией. Седьмой год программа военной оркестры в парках, которая появилась благодаря дирекции международного фестиваля Спасской башни, она открывается здесь. Второй год подряд. Спасибо вам, нашим зрителям, которые приходят на эту программу. Мы рады видеть вас, мы рады слышать ваши аплодисменты. Послушать звуки марша на Соборной площади собрались сотни зрителей. Многие приехали из Москвы и других подмосковных округов. Подпевали хором, слова на известной мелодии ложились сами собой. Песни о войне всегда будут напоминать нам, какой героический подвиг совершил советский народ в борьбе с фашизмом. Они и сегодня являются духовным ориентиром для подрастающего поколения. Действительно хочется подпевать. Вы знаете, эти песни, они как классика, незабываемые и на все века. Наверное, эти песни знают все. Мы выросли на них. И дети наши знают, и внуки. Я смотрю, многие дети тоже подпевают. Гости Одинцовского округа помимо концерта смогли посетить и другие объекты парка. Особо сильное впечатление на отдыхающих произвел музейный комплекс «Дорога памяти», где собраны истории и фотографии героев Великой Отечественной войны. Я нашла деда своей подружки, она и отправила ей это фото. Она говорит, я еще никогда так не гордилась, что в памяти славы есть фамилия моего деда. Говорит, горжусь и благодарна правительству, что создан этот комплекс. В течение всего летнего сезона военные оркестры будут выступать в парках и скверах Москвы и Подмосковья. Узнать о предстоящих концертах можно на сайте музыкального проекта «Спасская башня». Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».